Джонни, ты смог! Ты победил! Мы верили в тебя! Такое бывает крайне редко, но мы начали наш ролик именно с главной новости этого дня. Джонни Депп вчистую разгромил Эмбер Хёрд в суде. В это верили мы, в это верил весь адекватный мир, и справедливость наконец восторжествовала. Но как именно проходил финальный день судебного заседания? Почему вынесение решения несколько раз откладывали? И что будет дальше? В ближайшие несколько минут мы постараемся дать вам полную картину произошедшего, так что устраивайтесь поудобнее и не забывайте в комментариях написать хэштег «Justice for Johnny Depp». Несмотря на то, что суд уже закончился, наши твиты все равно доходят до актера, и он чувствует поддержку фанатов со всего мира. Написали? Тогда вперед! Мы вместе с вами следили за развитием конфликта между Деппом и Хёрд еще с 2020 года. Причем к тому моменту Джонни уже 4 года как терпел издевательства от своей уже бывшей жены, не говоря никому о своих проблемах. Главный суд десятилетия длился больше месяца, и глупо было ожидать оглашения результатов за один день. Однако, несмотря на это, многие, включая нас, все-таки надеялись услышать окончательный вердикт еще 27 мая, но ни тогда, ни 31 числа мы не узнали имени победителя. Да даже 1 июня у нас были все шансы не узнать, кто выиграл в суде. Вы не поверите, но в момент Х, когда присяжные вот-вот должны были огласить свое решение, выяснилось, что эти оболтусы умудрились забыть записать сумму компенсации по итоговому иску. Поэтому в среду вечером суд вновь пришлось прервать на несколько минут, пока присяжные удалились на повторное совещание для того, чтобы решить, кому сколько денег утвердить. Здесь важно понимать, что сам суд между Эмбер и Джонни по гражданскому делу, и внутри него сразу несколько пересекающихся исков. По каждому из них был довольно обширный энный перечень вопросов, по которому присяжным заседателям было необходимо принять единогласное решение. И получилось так, что это самое решение они приняли, а вот сумму иска почему-то забыли указать. Фанатская поддержка Джонни Деппа чувствуется даже через экран. Актера встречают и провожают в зал суда десятки неравнодушных людей. Хотите тоже поддержать нашего пирата? На все майки вы найдете принты с легендарным Джонни Деппом. Также там есть огромный выбор товаров с принтами разных тематик. Кино, аниме, музыка, мемы и так далее. Кстати, на удобном конструкторе можно сделать авторский шмот. Переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании и обязательно используйте промокод на экране на скидку 15%. Он суммируется с акциями на сайте. Так вот, после небольшого перерыва присяжные все-таки вернулись и в этот момент весь мир самер. На вопрос, доказал ли мистер Депп, что заявление о домашнем насилии было опубликовано Эмбер Хёрд, присяжные единогласно ответили «Да». На вопрос, было ли это заявление о мистере Деппе, присяжные единогласно ответили «Да». На вопрос, было ли это заявление ложным, присяжные также единогласно ответили «Нет, шутка, да». Было ли это заявление умышленно придумано, мисс Хёрд? И снова единогласное «Да» от присяжных. Было ли оно публичным, присяжные единогласно сказали «Да». И, наконец, на вопрос, считают ли присяжные, что Джонни Депп смог доказать всеми уликами, что Эмбер Хёрд умышленно сделала это, присяжные ответили «Да». Шесть простых «Да». Шесть лет унижений. И вот он момент истины. Полтора месяца мы не спали ночами и следили за тем, что происходит в зале суда. Мы переживали за Джонни как за родного всего лишь ради шести простых «да», но это того стоило. И самое важное, по искам Джонни Кэмбер актриса должна выплатить ему 10 миллионов по одному иску и 5 по другому. Суммарная сумма компенсации должна была бы составить 15 миллионов долларов, но в результате некоторых обстоятельств итоговая сумма вышла в 13 лямов зеленых. Но откуда взялась эта сумма в 13 миллионов? Все дело в том, что иск Эмбер также был частично удовлетворен. Стоит понимать, что Джонни выиграл этот суд на 101%. И Хёрд признали лгуньей во всех пунктах, публично доказав, что она врушка за сирушка. Однако во время длинного судебного заседания один из членов команды Джонни давал интервью одной из газет и ненароком ляпнул лишнего, заявив, что Хёрд и ее друзья специально устроили беспорядок перед приездом полиции. Хотя полиция подтвердила, что квартира была в полном порядке. Короче говоря, за эту небольшую безобидную мелочь Эмбер и получила 2 ляма компенсации. С юридической точки зрения официальный адвокат Деппа наврал прессе. Но так как сама актриса должна Джонни аж 15 лямов, из ее суммы вычитают 2 ответных от Джонни. И получается, что Хёрд все равно должна своему бывшему мужу 13 миллионов отступных. Конечно, эта сумма ничто по сравнению с тем, что потерял наш пират за эти годы. Причем изначально и иск Деппа Хёрд был на заоблачные 50 лямов, что тоже превышает итоговую компенсацию в несколько раз. Но не стоит расстраиваться, что по итогу наш пират потерял плюс-минус 37 миллионов от изначальной желаемой суммы компенсации. Перед финальным судом в сети очень активно ходили слухи, что на самом деле вердикт должен будет решиться в мировом порядке. А именно, Эмбер все так же признают виновной по всем фронтам, но Джонни уменьшит сумму компенсации до 1 доллара, так как это минимальный порог по гражданским делам, где указана сумма иска. Фанаты и мы в том числе не исключали того, что Деппа уже в общем-то все равно на то, сколько там ему перечислит Хёрд, поскольку очевидно, что он победил. Но так как Депп доброй души человеку наставит за собой звание победителя, но возьмет с бывшей жены лишь доллар. Этого не случилось, но что-то подсказывает, что на самом деле нечто подобное и произошло за кулисами, поскольку сразу после оглашения вердикта вся команда Деппа поспешила обниматься и радоваться, словно малые дети, что еще раз говорит о том, что Джонни окружают отличные люди. В теории он и его команда могли подсчитать сумму реальных убытков, понесенных актером во время этого разбирательства, и накинуть сверху пару сотен тысяч долларов, что смогло бы покрыть какие-то долги актера, которые в последнее время у него накопились из-за всего этого скандала. Также сразу после финала этого судебного заседания Эмбер и Джонни поделились с публикой своим мнением о произошедшем. И вот что сказал каждый из них. В отличие от бывшего мужа, Херт была не очень красноречива, и прессе выдала следующее. Разочарование, которое я испытываю сегодня, не выразить словами. У меня разбито сердце, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять власти и влиянию моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин. Это неудача. Это возвращает время вспять, когда женщину, которая говорила громко и говорила честно, «Но можно было публично опозорить и унизить. Это отбрасывает представление о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно. Мне жаль, что я проиграла это дело. Но мне еще тоскливее от того, что я, кажется, потеряла право, которое, как мне казалось, я имела как американка, говорить свободно и открыто». Не знаем честно, о каких вообще уликах с ее стороны шла речь, но позиция ее обиженки никак не изменилась еще с начала судебного заседания. Ну а теперь давайте послушаем, что написал Джонни в своем инстаграме. «Шесть лет назад жизнь моих детей, всех, кто близок мне, и тех, кто много лет меня поддерживал и верил в меня, навсегда изменилась. Все это произошло буквально за секунду. Против меня были выдвинуты очень серьезные обвинения в СМИ, которые спровоцировали бесконечное количество хейта в мой адрес. Все это облетело весь мир несколько раз, за наносекунду. Все это очень сильно повлияло на мою жизнь и карьеру. И шесть лет спустя присяжные вернули мне мою жизнь обратно. Я не сразу принял решение идти на этот шаг, так как вся жизнь была вывернута перед всем миром, и только спустя какое-то время я решился. С самого начала целью этого иска было оглашение правды, неважно какой был бы результат. Рассказать правду было тем, что я должен моим детям и всем, кто поддерживал меня все это время. Теперь я с миром думаю о том, что эта цель наконец достигнута. Я переполнен любовью, колоссальной поддержкой и добротой со всего мира. Я надеюсь, что мой квест рассказать всем правду поможет другим мужчинам и женщинам, которые окажутся в такой же ситуации, и что люди будут поддерживать их. Я также надеюсь, что позиция будет невиновен до тех пор, пока не будет доказано обратное и в медиа, и в суде. Хочу поблагодарить весь суд, присяжных, всех сотрудников суда, и, конечно же, мою потрясающую юридическую команду. «Все лучшее еще впереди. Я, наконец-то, могу начать новую главу». Кстати, сам актер отсутствовал на оглашении итогового решения, так как за пару дней до этого вообще умотал в Лондон играть музыкальный концерт со своими друзьями. Но, как ни крути, Джонни, мы гордимся тобой и твоими великолепными адвокатами. Камилла Васкес и Бен Чу – вы лучшие. Но что будет дальше? Первый и самый важный пункт – Джонни нужно отдохнуть. Месяцок-другой капитану Джеку Воробью нужно почилить где-нибудь у себя на Багамах, попивая ром, потому что дальше его точно ждет продолжение битвы. Потому что если уж с бывшей жены Депп сцедил жалкие копейки и из благородства не забрал у нее все, то с газеты «The Sun» нужно драть все до последней нитки. Если вы вдруг забыли, то ранее эта желтая газетенка оклеветала Деппа, в открытую назвав всякими дурными словами, и полностью заклеймила в рамке домашнего насильника и жена-ненавистника. Деппа и его команда пытались судиться с газетой, но потерпели фиаско. Однако тот самый суд был настоящим театром абсурда, в котором судья вообще была давней знакомой Эмбер. Команда Джонни проиграла и апелляцию к «The Sun». Но теперь, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, дело можно смело возобновлять и всерьез нападать желтой газетенке по самой гланды, дабы справедливость для Джонни Деппа действительно вас торжествовала. Но знаете, чего нам не хватило? Жалко, что Джонни все-таки не было в зале суда, ибо мы искренне мечтали, чтобы сразу же после оглашения позитивного вердикта в пользу актера он встал и из-за трибуны сказал всем присутствующим следующее. Дети мои, увы! Вам запомнится этот день, когда вами был чуть не свергнут капитан Джек Воробей. Субтитры создавал DimaTorzok